все камера тут пойдем мы хотим связаться с духом этого места нам может кто-нибудь ответить ты живой серьезно да тихо димона болтается я руку сломал тихо 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 всем привет друзья с вами канал топи это могло быть последним видео на данном канале сегодня вы увидите видеоролик на съемках которого произошло чп все те люди кто подписан на телеграм-канал первыми узнали что произошло поэтому если вы еще не подписаны ссылочка на телеграм-канал будет в описании к этому видеоролику и в закрепленном комментарии подписывайтесь друзья там выходят все самые актуальные новости я хочу чтобы вы посмотрели данный видеоролик до конца и сделали какие-то выводы для себя если кто-то хочет заниматься подобным контентом или любит ходить по заброшкам просто помните что это очень опасно не подвергайте себя опасностью как это сделал я конечно же я отдаю себе отчет в том что происходит в том что произошло но у меня было достаточно времени чтобы все переосмыслить я вас очень прошу друзья не повторяйте увиденное и не ходите по таким местам ребят короче пока звук пишется только на камеру мы вот в такой усадьбе ребят полы здесь трюклявые и мы идем на разведку офигенно офигеть блин ты тут лабиринт димон вход в подвал до ухты это что нам надо ребят посмотрите какой камин вот это древность вот про это пианино он рассказывал то что она сама играл да она везет последнее время на пианино посмотрите какие двери ребят они метра три либо офигеть вот это да я в первый раз в таком месте древнем ребят потолки конечно рассыпались так это мы уже в каком-то другом крыле да димон нам надо будет разделиться с тобой по любому блин и на кляксы нам везет последнее время окна заколочены чтоб никто не лазит вот там охрана охрана а мы такие как у себя дома здесь мебель какая-то старая собаки собаки ребят тут лютые на самом деле так ну блин капец как круто ребята и здесь ребят здесь ходят легенды про то что здесь во первых призрак женщины слышали ее голос и когда тут жила женщина она рассказывала что видела силуэт черный силуэт мужчины как он зашел в комнату но она в этой усадьбе жила одна здесь было много людей кто снимал правда мы не знаем кто но говорят что снимали тут что-то и здесь ходят реальные легенды про призраков сегодня мы приехали сюда чтобы это проверить ребят димон пойдем в подвал я хочу в подвал в общем пока что ребят быстренько проходим и смотрим сейчас одно из самых интересных подвал это подвал это подвал это подвал ух ты блин зимон а это что такое какая то бочка а это надо топить вот ребятки сегодня мы разделимся сегодня мы точно разделимся ух ты еще один камин такие подвалы тут вот здесь конечно уже прям тут есть кто тут есть кто блин я вижу собачьи следы что это что это за комната не понял да дофигеть привет пёсик там пёс где вон он пёс огромный огромный димон да не бойся не бойся ема он что еще в зубах держит ты меня испугал капец дружок ты что там держишь в зубах кто у тебя там я ушел а то Дим прикрой дверь пожалуйста что они сюда не пошли а то они не дадут нам снимать короче нет не закрылась а все закрылось что такое вообще у нас в первый раз блин собачки так что тут еще второй этаж есть да вот сюда а сходим да так вот тут мы еще не были а что он сказал там это вход до церкви он сказал там говорит у лаза еще тех времен типа это все наводил плюс-минус да что-то есть а здесь вся кладка типа изначальная старая ну я тебе дам камеру сейчас я сначала открою так лесенка говорит если что есть что там там ну короче все завалено ой вон что поход есть короче все завалено но там же наверно нету никаких помещений правило и правда нет есть да какой-то вот тянется блин то есть вот тот подвал к этому подвалу никак не относится да дети сейчас залезет походу нет так вам все равно стирать кто-то кричит что ты мне советуешь посмотреть ты слышишь кричит это собаки такого я не знаю насколько вам слышно ребят но кто-то кричит блин так не будет кто-то очень громко кричит кто-то очень громко кричит дед походу кричит где и так ребятки смотрите вот это нам сказали это очень древняя короче древние древний подвал старая кладка вот там есть дыра но тут все засыпано видите тут тут даже метра нету ползти только но мы наверно не полезем еще какой-то черт орет так ребят вроде мужик ушел кстати я вам самое главное не показал люстра посмотрите какая так тут есть второй этаж мы сейчас пойдем на второй этаж смотрите какой древний конверты с марками вот какая древняя штука вообще реалитет правила пользования какой-то генератор древнейший так ребятки поднимаемся выше тут три этажа очень бриллиантовый зеленый это что за карточки сведения сестры хозяйки о пансионате отдыхают по состоянию на человек сестра хозяйка табочки вещи но особо ничего нет теперь а здесь просто маленькая комнатка ну да здесь значит два этажа чердак чердак можно залезть укушка открытая вот тут конечно люто потолки какие я хочу сюда ребят снимаю специально не на и не на night vision чтобы передать ему всю красоту ухты чердак опасненький чердак опасный главное чтоб полы такая комната полы меня конечно беспокоят ванная комната такая современная и потолок древний прям чувствую полы подо мной проваливаются так но мы заходили не тут так мы еще с димоном думаем где ставить нам одну камеру да на чердак опасно лезть димон смотри какие потолки ребята вот чем опасны заброшки чтобы понимали это обрушился потолок поэтому не ходить в такие места позвольте ходить нам в такие места вот этот особо еще вот этот особо еще вот этот особо еще блин я уже запутался я уже запутался я уже запутался ну все комнатки одно оказываю вот тоже пожалуйста ванная комната читаю советского плана ну двери конечно шикарные ну относительно шикарные там мы были нет тут мы не были ну да Игорь мне рассказывал что второй этаж такой особо ничего в нем нет но все же ребята где-то здесь на этом этаже когда тут жила одна женщина она видела в коридоре но я так понял наверное вот в этом коридоре она видела черный силуэт скорее всего мы где-нибудь здесь ставим камеру одну и посмотрим что она заснимет что-нибудь или нет берем полицейский видеорегистратор он снимает в полной темноте такая прищепка я включаю камеру помните да видео про лешего когда она не включилась хотя она также была заряжена дверь можно открыть поставить ее как хочешь прикольно так запись не чувствую ну-ка теперь берем эту сторону скамер все ребята эту камеру мы оставляем здесь можно что-то заснимем так ты согласен ты согласен так теперь все камера тут пойдем пойдем шокер достань Диман достань шокера вдруг собаки что это было если это мистика ты слышал звуки которые сопровождались то ли ветер то ли очень жуткий звук был такого диман я знаю что пора вам сделать уху уху ревятки это страшно отставай телефон может залез кто то из этих не знаю почему я тебя спрашивал здесь кто-нибудь есть так ребята вставляет этот звук был отсюда это мы куда выше это мы главного ухода выходим дверь закрыта все закрыто окна ребята хорошо камера писала этот звук этот звук был рядом с нами я даже не могу предположить что могло так хлопнуть но дверь понятно что то такое очень похоже на подоконник или пианино открыто короче смотри есть два варианта или это реально что-то произошло мистическое или это просто приходил охранник проверить вот отсюда да где-то снизу не похоже здесь ничего итак дима предлагаю с тобой записать что-нибудь уже мы сегодня приехали в очень интересную заброшенную усадьбу в которой по легенде выводятся призраки самое интересное что на втором этаже мы когда вешали камеру ночного видения мы услышали звук вот отсюда где мы стоим такой звук будто бы что-то упало или что-то двинулось здесь ребят есть охрана но если бы это они пришли сюда ну проверить да они бы нас искали но звук был один это очень странно ребят в подвал мы дверь закрыли мы были в подвале там собаки что это было вообще непонятно сейчас запишем сеанс эгф в ночи спиритбокса запишем также сегодня тишину и попробуем нейросеть с картинками ну что поехали ребят очень много комнат ребят но мы выбрали вот это место для сеанса эгф почему именно это место потому что здесь по легенде слышали как играет пианино и мы здесь попробуем связаться с духом этого места мы сейчас поставим здесь камеру вот так скорее всего вот эту нутрянку которая играет в пианино байки вот эти вот молоточки сняли и положили где-то на чердаке я ее видел устройство контакт конструкции внутреннюю потому что она очень часто играла ну моя теория и его просто разобрали потому что уже все надоело потому что мы постоянно играет и пугает охрану мы хотим связаться с духом этого места нам может кто-нибудь ответить я испорчен скажите пожалуйста мы можем поговорить с призраком данного места что ты слышал что удар удар? я не слышал Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы можем поговорить с духом этого места Мы обращаемся к душам или сущностям этого места Приносим извинения, что мы вас беспокоим Мы хотели бы задать несколько вопросов Вы нам сможете на них ответить? Нет Кто ты? Дима, привет! Мое имя любит Скажите нам, пожалуйста, в этом здании, в этой усадьбе Есть ли сущности или призраки, привидения, как их называют Которые могут шуметь... Я опять слышал удар... Прям удар? Я почему-то... Я туда фокус... Ну что, у меня глюки? Здесь кто-нибудь есть? Ребят, чтоб вы понимали... Сюда никто сейчас прийти не может А вы можете себя как-то проявить? Вы можете себя как-то проявить? Чего? Ребят... Блин... Камера, наверное, не... А, тут не видна дверь... Ребят, дверь захлопилась... Может, и сквозняк? Она была открыта... Ну да... На глазах... Она захлопнулась... Это ненормально... Там еще какой-то звук был, Димон... Да... Так, мы попросили их проявить себя... И они проявили... Наверное, мы зря это сделали... Тут еще какой-то звук был... Какая-то... Вот... Откуда-то оттуда как будто... И звук был похож... Как вот мы на втором этаже слышали... Но он был тоже оттуда... Кто-то сегодня ночью не заснет... Ребят... К этому никогда не привыкнешь... Камера... Камера работает... Я вижу... Может быть, тут еще что-то запечатлится... Кстати, что вот это за дверь? Вот она маленькая... Я-то ее не открывал... Я ее не заметил даже... Какая-то кладовая... Прошу... Угу... Куча тряпок... Так, Димон... Знаешь, что я предлагаю? У нас есть еще одна камера... Угу... Кстати... Ты знаешь, что это такое, Димон? Ты знаешь, что это? Фильтр? Это светофильтр киношный... Ну-ка... Ты посмотри в камеру... В камеру... Слушай, ультрафиолет, да? Можно даже не киношный... Можно попробовать... Да... Я его заберу... Давай... У нас времени, ребят, не очень много... У меня есть предложение... Два... Первое... Мы оставляем камеру на первом этаже... Гопрошку со светом... Угу... Идем на второй этаж... Записывай тишину... И потом мы можем разделиться... Да... Ты пройдешься по второму этажу один... А я пройдусь по первому... Давай... Возвращаемся обратно... В подвал вне идем... Там собаки... А это было разу? Может и нет... Все, ребят... Вот здесь мы ставим еще одну камеру... И идем снимать нейросети... Вот здесь что-то было... Да здесь капец... Какой был... Тихо... Опять что-то упало... Упало? Блин... Я не понимаю... Чего ты слышишь? Ладно... Потом на записи посмотрим... Так... Предлагаю вот здесь... Там камера стоит... Вон там... В другой комнате... Вот здесь это сделать... Или подожди... Порожки где? Вот эти? Так... Это... Это что за свет? Это я... Света ставил... Ага... Вот здесь, да? Где-то здесь, ребят... Это где-то здесь... Что ты ищешь? А я думал... Да... Что тут запишем? Давай... Димон, держи камеру... Так, ребят... Сейчас... С помощью нейросетей... Мы попробуем... Выйти... Попросить призраков... Как они выглядят... Попросить нам показать... Как они выглядят... Я включаю гоступсир... Многие переспрашивают... Что за приложение гоступсир, ребят... Души... Проявите себя... Как вы выглядите? Покажите нам... Души или сущности... Покажите нам... Через это приложение... С помощью нейросети... Изображение чего-либо... Или кого-либо... Или вас... Если вы можете с ним взаимодействовать... Важеное... Подразделение... Заглаждение... Мы получаем... Ты живой? Я руку сломал, Дим. Серьезно? Да, тихо, Димон, она болтается. Я руку сломал. Димон, как я так провалился, блядь. Так, сейчас. Давай аккуратно. Звони охраннику. Давай, улезай. Ебать. Сможешь? У тебя рука не шевелится, да? Она болтается. Все, я понял. У тебя сустав вышел, все, я понял. Может быть, я отбил. Я, Дим, там открытый перелом. Я чувствую, что рука туда уходит. Тихо, 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 тихо. Не, не, без паники, все хорошо. Ты живой, самое главное, остальное поправимо. Дим. Тихо, 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 тихо. Все, заканчиваем съемки, собирай там. Так, я не знаю, что делать, как и это. Сейчас. Вот, стул, иди на стул сядь. Иди на стул сядь. Вон, я, Дим. Давай, давай, иди на стул сядь. Тихо, стой, стой, стой. Сейчас, 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 что-нибудь придумаем. Так. И скорую заодно, да? Да. Сейчас сделаем, успокойся, все хорошо. Ты же, ты. Сумку не забудь. И на втором этаже камеру. Все, все, соберу, все. Спокойно. Запись идет, я надеюсь. Да, идет, идет. Ой, ребят, вот вам первая травма. Я сломал руку. Я сломал ее. Тихо, тихо, тихо. Ничего ты не сломал, все нормально. У тебя вывихнуто плечо. Это поправимо. Все хорошо. Тебе ее вправят. Телефон мой где? Так, телефон. Вот он. Сейчас я позвоню. Звони. Как я так, ебаный, брат? Ну как я так, ебаный, брат? Тихо ты успокойся, Серега. У тебя шок. Все хорошо, успокойся. Ты живой, это самое главное. Остальное поправимо. Ой, блядь. Тихо, тихо, тихо. Звоню. Собираем камеры. Собираем. Ебаный, вот так нас не приняли тут. Ебаный. Ой, блядь. Себас это был. Сиди, сиди, сиди. Сиди. Не стой, не маяк. Как я работать теперь буду, блядь. Как я работать буду. Рука шевелится, кстати. Может просто вывих. Я тебе говорю, просто вывих. Все хорошо, перелома нет. Если ты шевелишь, ей все хорошо. Так, он сбросил. Дай я с твоего наберу. Лимон. Давай, давай достану. Тут внутри закинули. Ой, блядь. Ебаный. Если рука шевелит с пальцем, значит не перелом. Нет, это не перелом. Я тебе изначально сказал, что у тебя все нормально. Я очень сильно ударился. Так. Я штаны даже порвал. Да это пофигу. Ой, блядь. Сука, как так, блядь. Ой, блядь. Ребята, это пи... Ой, тут же море в полах. Как я не увидел. Я тебе руку вправлять не буду, потому что, ну его нафиг. Ой, блядь. Сейчас я найду что-нибудь, таблетку какую-нибудь и найдем. Алло. Это мы вот. Мы заканчиваем. У нас тут травма на производстве. Я надеваюсь, пока. Все, мы собираемся. Ага. У меня рука прям хрустит. Чувствую. Это сухожилия. Скорее всего, надрыв. Так. Сиди. Сиди, сиди, сиди. Я все соберу. Давай, быстрее, пожалуйста. Это как я. Так. где-то рюкзак на пианина ничего не оставили штатив сейчас заберу сразу к выходу я я не умею не переживай все как бывает первый раз вот там короче я провалился и походу я руку сломал офигенно и где ты провалился там в дырке где пианина нет я я шел не заметил ее и провалился короче не зами рука болтается я никто что мне короче мы сейчас пойдем и вызовем оттуда за воротами скорую там а Там нет зеркало, там нет зеркало А прямо вот здесь Которая перед лиц Пришел охранник Пришлось позвонить Короче Да-да-да, мы сейчас все-то все Выйдем за ворота, вызовем Ну, это наша такая, можно сказать, работа Наш профессиональный риск Да-да-да Мы еще тут слышали звуки Мы подумали, что вы пришли Не-не-не, можно рассказать Я здесь пять лет прожил, один На втором этаже примерно Да-да-да-да Вот И по ночам пианин играл Папец А татьяна-то не повела? Что, может тебе в стаканчик накатать? Нет, скорый И да, я думаю сейчас сделаем А то не втолят А-а-а, тебе же бейсбол На, проглоти Я не знаю, как вообще чувствуется перелом Это не перелом Я пальцами могу шевелить, но рука вот так вот болтается Если перелом, ты бы не шевелил даже пальцами Я вот так прям Нет, у него либо вывих, либо у него это Если он чувствует хруст, это вывих скорее всего Ничего тебе вправи ты, она в течении недели у тебя это все Воды нету, у меня высыпало Мы не взяли Да-да-да Да-да-да Ничего, ничего не переживай Это наш риск Когда мы каждый раз идем, рискуем Да, пойдем прям там по дороге На полную дорогу Нажми на кнопку, на вот эту красную Здравствуйте, мы бы хотели вызвать скорую В Московской области Человек вывихнул руку или из сустава вышел Не сломал Упал Улица есть? Так, сейчас, секунду Это магазин какой? Дикси, вы сказали? Магазин Дикси? Упал с высоты роста мужчина, я правильно понимаю? Не сломал Вывих, перелом, тут непонятно Человек может Понятно, а фамилию Милочкова мужчина знаете? Шевелев Сергей Андреевич Лет сколько? 33 А вы кем приходитесь? Прохожий? Друг 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 вы не платите, соединяется в скорую Хорошо Возов передал скорую, ожидайте пожалуйста Спасибо вам большое Пожалуйста До свидания Еще раз всем привет Мы с места происшествия Нам пришлось экстренно закончить съемки У Сергея произошла травма Он провалился под пыл Мы вызвали скорую Сейчас ему оказывают необходимую первую помощь Вот на фоне вы можете видеть карету скорой помощи Как будут новости или будет какая-то информация Мы вам сразу сообщим Друзья, вот вы и посмотрели данный видеоролик Я надеюсь, что вы сделали какие-то выводы для себя Если кто-то любит посещать такие места Никогда не ходите одни Я хочу выразить огромную благодарность Диме Который не бросил меня в беде Который помог мне Который до самого последнего момента Пока меня не положили в палату В больнице До самого последнего момента он был рядом со мной До того, как сделать этот ролик Некоторые люди начали писать Что все это обман Что я это придумал Что это неправда К сожалению, это правда Я получил очень серьезный перелом Мне сделали операцию И теперь у меня в плече Она всю жизнь остается спица Ну, по крайней мере Доктора мне говорят Что можно не вынимать Я хочу сказать лишь одно, друзья Берегите себя Своих близких И никогда не повторяйте то, что мы делаем Неизвестно, как бы это могло закончиться Я также хочу выразить огромную благодарность Всем тем людям, кто помог мне в данной ситуации Кто помог донатами Я благодарен врачам Я благодарен ребятам из скорой помощи Которые оказали мне первую помощь Все очень сильно переживали Я не думал, что Я встречу в такой непростой ситуации Таких добрых людей Я благодарен ребятам, которые Приходили, навещали меня в больницу Я благодарен людям, которые Приходили ко мне домой И которые до сих пор приходят Помогают мне У меня были мысли Прекратить заниматься Таким контентом Но у меня просто не позволит совесть И я просто не смогу не заниматься этим Мне это очень нравится Поэтому, как только я встану на ноги Как только моя рука заживет Мы продолжим снимать Подобные ролики Но впредь я буду очень осторожным Хотелось бы очень многое сказать, друзья Я понял, что вокруг меня очень много людей Которые поддержат Не бросят И для меня это очень важно Спасибо вам огромное, что вы у меня есть До новых встреч, друзья Берегите себя И берегите друг друга Это самое главное Самое важное И почаще говорите своим родным Как вы их любите Все будет хорошо До новых встреч Пока И спасибо Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok